переходим мы с вами поговорили чуть больше часа теперь переходим уже было много эмоций хотя эти рассказы они меня как сказать они меня делают более убедительным потому что просто пункт 1 пункт 2 пункт 3 а кто мне должен верить никто наоборот идем дальше так надо час прошел что сделать как взять две минуты первых ну во первых сейчас я глицин плотну сегодня опять собирался помирать и ничего весь день лежало вылезался меня эти омолаживает сейчас минутку надо дайте мне одну минуту я вам скажу самое главное ради чего сегодняшний этот самый ради чего мы все собрались итак сейчас еще надо чуть-чуть все-все-все-все-все-все-все итак самая страшная ошибка которая была озвучена на нескольких каналах центрального телевидения я с ними абсолютно не согласен у них принцип что видим этом поем прошло заморозки несколько градусов минус остались без урожая без яблок груш у кого еще были абрикосы без абрикоса у кого были сливы без слив и так по всей стране то что рассказали президенту это так сказать вы сами понимаете у нас сами передачи должны быть вполне оптимизма потому что столько гроза видимо существует как это общее правило говорить только хорошим заморозки потери не в того как все потери говорит этот самый а вы будем говорить о полном серьезе и так большинство деревьев как правило это касается вроде бы датчиков то есть нас с вами так и все что я скажу это касается нас а что касается именно промышленных садов у них с проблему чуть-чуть другие если двух словах клоновая подвое с мелкими корешками поняли вот они не можно строить я потому что если ты из мороза стойки по двое вырастешь то у него не будет совмещение с культурным прибоем раз частично они покупают саженцы вот знать во какой процент у меня есть подозрение что 50 70 покупает на юге а значит до первого катаклизма вот который случился то есть заигрались это два проблема которая они еще имеют это даже в наших как сказал товарищ да у них 40 этих самых 40 этих самых этих самых опрыскивания у нас все 28 вот так и сказал не 28 а всего 28 то есть мы вам мы вам два строя меньше а теперь давайте не будем уже делиться на промышленные сады и на наши сады вот если у меня деревья давали лучше причем все интересно с годами не теряет качество то есть они не мельчают помните я показывал грушу уже дерево 30 лет а груши стандарты абрикос еще и крупней а эти самые яблоки стандартную сколько уже быть саде понравить показал вот сливы тоже даже даже не привитая сливы корни собственно имеют и вкус и достаточно крупность и так я не делю на промышленно наши это касается любого дерева и так промышленных садах практикуется что кабельный полив хорошо себя будет регулировать но я потом ниже покажу как какая страшная вещь это когда чуть что и деревья сгнивает это касается и нас это будет те же но в целом перелив это что дальше в садах это вообще принято это уничтожение или эмиграция я это нагляделся я вот сейчас приду дождей у нас кругом на этих на асфальтах червей куда они сослада делаются короче считайте гибель или гибель червей а это же часть цепочки без червей не накормить дерево червей кормят деревья я же ничего еще не сказал а теперь любой перелив неумеренный полив вот это если даже дожди приводит к этому что говорить когда шланг китай когда оттуда выдавливается кислород это 2 когда не хватает кислорода зашли кислород начинает задыхаться и гнить что корни и те самые как казалось бы грибы которым казалось бы чем больше воды тем лучше вспомнить это прошел грибной год и мы идем с ведрами за погреба не то же самое будет если на кислород вот гниет все мекариды гниет а это связь между грибами и колен и дальше не все значит они сажаются бактерии плодородия почвы это бактерии живая почва это бактерии вот всем плохо и муравьям плохо все плохо они же муравейники тоже затапливают и тогда получается что это страшная вещь а подробнее ниже есть фотографии дальше отъем пищи у дерева это вся страна этим занимается ну как же это чтобы дерево трава листва если не специально не завозить дорогущие эти с перегноем дорогущие автомобили это когда вот эти деньги 5 10 20 тысяч за камаз и привлечь 20 за камаз то купить их на эти деньги ладно и тогда получается что не могу я сделать так чтобы я бы я бы с президенту успел сказать на ее месте если бы у нее был бы подходящий уровень ну чистого практика она чего-то знает но знает но не то а вдруг она животновод тогда она может разбираться в навозе вот в кормах а здесь нет а здесь получается что я бы сказал президенту быстренько указом этого нельзя делать но пусть выступит президент академии наук уступит министра высшего образования и науки и скажет прекратите выгребать из-под деревьев их это самое законную добычу их пищу вот это момент дерево слабее дальше и так перелили отняли пищу идет сейчас поймете к чему я вне сажения структуры почвы там все схвачено там уже все сформировалось за многие годы там раз вентиляция вентиляция канализация все готово берется лопата уничтожать причем под лозунгом уничтожение вредных насекомых до сих пор не могу понять чего не представили к этому иском тут же рядом полезно это все сбалансировано вот уничтожение и насыщение почвы то есть уничтожил специальная рация называется уничтожение а рация назвали повышением то есть подача до кислорода я глупее много чего видел но это все на самое одно из глупейших советов причем полностью так и говорят вот а есть еще дурнее это когда кандидат наук самая ведущая из ведущих этих самых звезд российского телевидения на нескольких каналах берет виллу втыкает будем путь будем гислород подавать это как это дальше стрижка деревьев потеря мороз стойкости нехватка фотосинтеза глюкозы любая отрезанная ветка когда отрезается обычно зимой они не знают что потом на ней листья появятся а листья это фотосинтез фотосинтеза нет глюкозы нет а эта часть и так все же я говорил внизу миколиза грибы значит черви все 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 они кормят дерево так а дерево рассчитывается глюкозы 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 она как туда попадает она попадает туда это считается отходы вот помните схемы рисовал пошла вверх стрелка дошла до верхушек вниз пошла пошла а это не это не отходы ну почему я должен говорить вещи во первых первому на всей планете а вторых а или второе еще из курдима умница но мы двое мы двое мы двое вот не беру на себя это смелость утверждать что я первый вот мы двое утверждаем что это не отходы это дерево подает продукт ежедневности часть виде плодов сладких тем сладче тем больше глюкозы и часть глюкозы уходит вниз под землю вот и там и питаются опять муравьи больше себя чувствует бактерии тем лучше чувствует дерево стоит только начать стрижку дерево еще еще уже четвертый плод еще больше слабее говорю мне там не вечно но их ни в одном нет ни в одном учебнике вот что беда вот к сожалению и так глюкоза это не продукты отхода это продукты взаимодействия дерева и самое страшное когда отрезает нижние скалетные ветки ах они это бесполезные ах они отнимают они то листья имеют и они то нижние скалетные ветки если верхние ветки предназначены в основном разделение труда предназначен для того чтобы насытить продуктами чтобы выросли фрукты а в этих фруктах максимальное количество глюкозы а это для поняли да птиц даже мышей извините за это такое уже приземленность вот животных для всех для людей чуть ли не специально для людей вот а нижние скалетные ветки это дерево благодарит нижние этажи которые насыщены жизнью ведь пол дерева находится под землей там пол жизни а мы про нее ничего не знаем кроме того что надо взять лопату и все это уничтожить вот поняли да итак четвертый пункт когда стрижка дерева это еще слабее идем дальше пусть это будет сегодня основная моя тема там у меня столько интересных тем но я обязан это сказать именно в таком плане подробно ведь мне не обязаны верить я своим голосом своими примерами я пытаюсь доказать что это не подача туда кислорода это уничтожение всего подземного царства когда берет лопату какая-то очередная кандидат или доктор наук уже сил нет на это смотреть справка нигде этого не учил я просто знаю так борьба с друзьями симбионтами грибы хелешайники вот тут слава богу мусорена саны савельевич друзья не разбей вода в таком плане что она это прекрасно знает понимает осознает и это самое мне не пришлось с ней это кулаками простаты друг на друга она сейчас этом ниже у меня есть вот это вот ой у меня времени не хватит для 20 осталось 40 минут вот может на следующий раз покажу это с каким умным видом она берет щетку она берет нож она берет этот и начинает все это уничтожать так вот говорю хотя бы самое поверхностное я не буду вам рассказывать что такое грибы что такие мхи лишайники я вам буду говорить человеческим языком так как надо говорить школьникам уж на это я имею право и так самый вредный это мох грибы в начале потом за ним идет когда он сожрал все что мох он заменяется на лишайника лишайник заменяется на мох мох это уже самая последняя стадия и так мы идем по лесу мы заглубились мы видим мох и обязательно с северной стороны посмотрели стал лицом к северу вспоминаем справа восток слева запад там где задница там юг помнили когда становишься спиной к этому мху который всегда с северной стороны так вот почему дерево само не справляется с хом почему а на нем растет мох первое потому что с северной стороны больше всего погибает живых клеток клетки становятся мертвыми дальше ими начинают питаться мертвыми подчеркиваю грибы грешеники или мох мох это самое это там уже действительно как бы это уже чистая почва для него и ну дерево же его терпит оно не требует от нас мы взяли скребок а мы берем скребок и сгребаем что шубу вы понимаете есть такое понятие есть живые продукты нет ну да продукты допустим защиты органов но мы что делаем мы умертвляем кролика мы умертвляем песца мы умертвляем соболя и закрываемся этим мехом согласны а он же мертвый мех дальше мы берем растения ну например ну например хлопок лен когда мы его срезали когда мы высушили когда мы его про это самое пропустили через весь механизм значит практики производства мы получили одежду она тоже мертвая но мы ей закрылись мы не только мхом этим мехом мы закрылись мертвыми тканями на основе льна на основе хлопка и так далее оделись и мы не мерзнем так вот дерево закрылось и она не закрылась мхом она его не приглашала мхом но когда часть дерева обычно это северная сторона где тяжелее всего покрылась мхом это уже не враг который надо этим самым скребком соскребать это симбиот это они друг без друга существовать не могут мох уже там где сгнила уже мертвичина она бы пошла бы дальше и дерево бы погибло мог покрыл мертвичину своим назовем это шубы он закрыл северной стороны от северных ветров он закрыл дерево и это симбионт это его уже не часть его это совершенно разные виды растения и мхи разные но он закрыл его от мороза вот как они это симбиот почему в этом скрипках заставляют это делать то же самое левшайники грибы у меня столько примеров я наделал сотни фотографий спасибо брат присылаешь а потом жаль что все это некогда показывать но и показывал кругом стамески кругом эти самые обратную сторона этих ой ё-моё я даже боюсь говорить а то сразу побежите за этими за щетками за металлическими все-таки по металлу и так еще одна со скребли но мог не на каждом но ушли шайники то что вы грибы это на каждом дерево которое уже не молодое а послушались а обработали как-то со скребли еще ослабили дерево опять ослабло сейчас поймете к чему профилактическое опрыскивание уничтожения всех те кто заставляет нас покупать в большом количестве яды покупать уже не вот эти знаете пол литра литра пшик какое там перед вами дерево которое умирает листья наполовину сгнили уже скрутили все а ему говорят а вот помните мне приезжало телевидение ради рекламы мне ведущий тот самый который один из я его уважаю потому что он самый умный из этой братья из этих телеканал усадьба он по крайней мере самый умный самый толковый я бы даже сказал самый симпатичный самый приветливый самый обаятельный мужик вот я не скрываю это самое это Владислав кундачок вот он мне вручает ранцевый вы представляете я теперь ранцевый я теперь могу здоровенное дерево опрыскивать а теперь куда все это денется вот я опрыскал дерево а дерево это не поможет у него есть два направления еще раз значит борьба с насекомыми надо вы уже ослабили дерево его жрут чтобы спасти хотя бы что-то надо опрыскивать от насекомых от грибов мхов левшанников опрыскивать не надо одна из страшнейших ошибок на планете на всей сотни миллионов тонн по борьбе с грибами не надо бесполезно не поможет они только с мертвичиной дело имеют и тогда получается что бесполезно опрыскали а потом где-то все что улетела испарилась нет почве а что почве бактерии грибы мекориза черви но еще больше слабое дерево не работает цепочка кушать ему нечего еще и это уничтожили например кто-то не стал убирать послушал железово часть проблемы решил не стал убирать листья не стал убирать траву которая скошена не стал а кто кормить то будет ведь профилактическое опрыскание это уничтожение биосферы всей и опять слабеет дерево и профилактическое опрыскание не спасает дерево еще больше слабеет ведь травится все подряд когда-то я закончил нет я сегодня готовился к этому как хотите отключайтесь знаю будет мало просмотров знаю что я не принесу пользу стране позднее позднее посадки и прививки вы слышали сейчас еще раз это ненавязчивый был разговор случайно почему человек не посадил это сейчас спрашивает дерево 2 метра я хочу посадить а и одна ошибка пока приживется а на улице июнь а я же не знаю где он живет а если это Сибирь, Урал, Дальний Восток а если это север России приходит зима листья зеленые а им не хватило времени для того чтобы они это вызрел лист бросается только тогда когда вызревает вот этому человеку я посоветовал как можно сильней обрезку мы будем надеяться я переживаю за всех вот это позднее посадки и прививки тоже самое прививка как правило отстает я сегодня снял фильм он еще у меня на флешке вот тут вот вот тут вот в этом фотоаппарате в этот фильм и там я показываю значит и у меня где-то отставание идет недели на 2 на 3 какой бы я ни был волшебник я и скелетные прививки делал вовремя вот то есть тот момент когда надо и укрывал этими полетельными мешочками и вовремя снял и сегодня я показывал ходил от одного дерева к другому показывал эти скелетные привки ну отстают конечно тут уже листья во а там только еще только листья разворачиваются а я живу в сибири а вдруг они не вызовет и весной будут мертвы а я ничего поделать не могу я в сибири живу когда еще превью ну вот я все сделал правильно я еще умудряю имею наглость у людей учить у людей учить у меня есть несколько учеников которые говорят извините я этот самый там я биолог я ботаник я эколог но я этого не знаю просто то есть имею наглость учить серьезных людей со степенями но дело то в том друзья что есть выше головы не прыгнешь я надеюсь что мои привыкли не погибнут что будет длинная осень что будет теплая осень и они успеют вызвать они значит нет еще год потерян а но почему я так говорю это если у меня такая проблема если я рискую остаться с это с мизерными результатами а если человек ждет мая а если ему говорят и в июне не поздно а зима что отодвинется если ты в июне привел она отодвинется тоже на месяц на два нет она придет а еще может быть ранее зима значит привать надо в оптимальное время и тогда будет меньше вот этих ошибок его дерево есть но если она была заложена поздняя посадка или поздней прививкой это тоже слабение это тоже ослабление это тоже проблема вот седьмой пункт а я заканчу а потом итоги летние осенние зимние обрезки до сих пор никто не знает это как это так сотни тысяч авторов и опять это самое режут стоит только тронуть дерево ведь понятие летние обрезки пришло с самого южного юга дерево отрезали оно тут же меняет программу с ростовой на это на проношение и у него хватает времени чтобы заложилась эта цветочная почка вызрела до зимы но это там где 9-10 этих месяцев вегетационный период вегетативный а у нас 5-6 только почка тронулась в рост еще какое-то что-то она только тронулась она спала до следующего года а нет она только взяла проснулась вылезла и попала под это самое под раннюю для нее это ранняя зима и вот это страшные ошибки а уж осенние зимние когда а еще ладно там кто-то специально делает там на омоложение на допустим на эту на приближение плодношения а то просто вот и не нравится ему ветка он взял и осень отрезал ну и конечно на кольцо и рано а как же и теперь у нас осень заживать будет а как они учат говорят что осенье что они успевают зажить это какая подлость сами то видимо ни одной зажившей не видели а с осенью хочется кушать значит осень должна быть стадия или фильм и наплетут все что угодно а зимние прививки я сравнил только так берем подходим к дому там тепло там печка там все берем вынимаем снимаем дверь с петель снимаем с этих самых окна вынимаем все так нет разбираем там крышу шиферную или какую полностью вот то же самое вот эти зимние обрезки я с диким ужасом показывал сотни десятки сотни примеров вот подлещая вещь на свете люди не ведут что творят после этой зимней прививки весной не просыпаются миллионы деревьев ну пункт 9 а кстати очень много и в россии вот это вот они тоже ослаблены они не сразу погибают а им предстоит дождаться катаклизма вот и уже не адаптирован сарта тема наболевшие страшно вот разве она эта дама которая пришла к путину ну такой шанс даже министру сельского хозяйства попасть на прием путину до чем такие времена это такое чудо можно скороговоркой успеть сказать это надо запретить южные эти саженцы мы разверяем свои же хозяйства у нас они же деньги возят а нам дают то что дрова 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 все костер это можно было сказать это а это можно было сказать потому что стоит только пальцем ценуете этому сказать выполнить и все президент для этого и нужен для этого как раз и есть это самое централизованная власть и помощники должны быть такие чтобы не бояться сказать это она откуда знать до фонаря что весь советский союз вся Россия забита этими мирными сортами а наши разоряются вот вот это вот беда но они вот вы знаете дольше всех держится яблони а сегодня тема яблони вот они могут несколько лет прожить прежде чем сдохнут даже если привезенные там с Молдавии с Сербии все равно могут пожить немножко вот но им все равно от них урожай не дождешься зато дождались катаклизмов южные сорта априори неполноценные клоновые подвои страшная проблема кто только этим не занимался в наших садах клоновые подвои не должно быть вот я потом отдельно эту тему выделяю у меня уже время мало специальные фотографии подобрал это ужас это наглость это продавать еще не попали к покупателю уже высылает подвои у которых нет корневой шейки это же палка вот и уже на месте земля воздух уже гни и это самое яд уже гниет а еще только человек получает вот это страшная проблема но еще страшнее она знаете где вот где промышленные сады перешли на это вспоминаю Мичурина вот Антооновка 500 килограмм из дерева а тут же нет выисконовый подвой можно не вставая на цепочке каждое яблочко достать представили каждое и показывают фотографию на ней 1 килограмм о нет ведро целое а потом что происходит корни не растут сто раз показывал доказывал а они не имеют права расти они же из палки они не то что каждый год еще и еще и еще нарастает нет наросло остановилось значит больше питание не будет два три года и это то что относится именно к цветочным почкам плодовое образование они дали яблоко два три точка мертвое а замены нет они об этом знают этот министр то а вот же собака зарыта для промышленных садов а не это а потом ладно поехали замена побелки на покраску я все таки домучусь они эту тему склонные подводи тоже ослаблены а мы еще пойдем в катаклизму приближаемся вот замена побелки было три варианта как у меня ни побелки ни покраски нет если у меня здоровые деревья нет я их калечу вы придете ко мне вы увидите 20-30 летние сбитые морозами и обрезками абрикосы смотреть без слез нельзя и груши смотреть без слез нельзя вот понимаете настолько все это выглядит но они не умирают а я же их не беру и не крашу значит первый вариант он имеет право на жизнь я вижу пользу от побелки и пользу от покраски то есть от побелки пользы никакой нет но и вреда самого нет а покраска это смерть дереву а заменили побелку на покраску торгаши а люди то простые они же не знают им долбят купи покрась купи покрась еще возвращаться будем покрашенные побеленные деревья это тоже ослаблены борьба с главными защитниками деревьев муравьями дикость несусветная нет муравьев на дереве есть масса дыр есть там жуки эти самые на дереве есть там тряп вы думаете а случайно что ли я же Малдинову дал слово где он рассказывает как это муравьи съели тлю жрать захочешь с такой вкусом ты обязательно съешь так вот муравьи главные защитники деревьев вот и на этих деревьев которые у меня нету ни одного за всю жизнь я два раза видел два с половиной раза я два раза видел рассказывал не раз значит гостинецы только два раза видел а ведь это же бабочек этих самых белых бабочек да капустинец их бывает виной вот столько что кажется что все небо то есть снег идет вот все бело бело до горизонта вот так они размножаются а потом смотришь за все годы два раза видел живую гусеницу два раза вот а третий раз был самый смешной я рассказываю ну чтобы не было грустно я рассказываю как анекдот вот приезжает очередной раз телевидение забыл то ли с Абакана то ли с Красноярска вот и я не стал это просить вырезать вот я сейчас не помню на каком диске или на каком этом в ютубе на каком фильме ну это есть я сижу за столом ну как обычно там горы фрукт все так ля 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 да у меня боровинная крепость да у меня ни одного этого самого я за всю жизнь два раза видел извините сам увидел ползет только вылупилась маленькая как не стыдно было зато есть теперь возможность вести к шутке вот рассказать как анекдот вот чтобы не сильно грустно было так вот борьба с главными защитниками моровьями это страшная вещь это подлещая несчастная эту защита уничтожена это и главное что это направление как спасение деревьев защита от морев принято самыми авторитетными садоводами россии не они не самые умные они не самые грамоты они абсолютно без грамоты если бы мне дали право всего лишь один день побыть президентом я бы сказал вот сейчас фамилии не называю зачем позволить но вы знаете кого речь идет с дипломами камни диплом не значит что написано правильно филолог на какого хрена это ты не знаешь даже что такое морови ты не знаешь что все все насекомые с крыльями жуки с крыльями муравьи с крыльями вот значит плодожорки с крыльями эти самые для с крыльями все с крыльями и бороться с ними опрыскивали величайшая глупость ты опрыскиваешь несколько кубических метров а рядом миллионы кубических метров тут же прилетят прилетят только освободиться место на другой день уже будет занят это место траве не траве но деревья отравишь плоды отравишь муравей придут другие тебя вернется опять никуда не денется у него 6-7 вылетов вот или больше 7 раз цвета опрыскивать добивать деревья борьба с муравьями глупость главное бы ладно бы убрали муравей все нет вот после этого ты нападает все вся тварь на на это стоит только избавиться от муравьев главное как-то гуманная защита от муравьев и давай там эти сантепон давай эти самые делать эти и на их пути гуманная ни черта не страна это самая нет нельзя даже говорить прочие виды обрезки следующий пункт что мешает что еще прищипывание я противник страшный однозначный то же самое прищипывание это также обрезка только вроде бы гуманная на самом деле тоже самое меняет программу скручивание удушение проволокой душа чтобы плодоносила проволокой душа бороздование глупее ничего не придумать как калечить стамп надрезание коры еще кроме надрезания еще отрезание коры вверх ногами перевернуть и опять при это самое вот такую дурь унисторжение волчков нижних и прочих лишних веток теперь девять этих видов веток придумали отрезать любого дерева на и по их мнению на планете нет ни одного правильного дерева приходится сливить вообще ни одного я посадил косточку на растет вот она дерево груша растет вот так потому что она из тех краев где нельзя чтобы это по сам болелась вода потому что сгнивает махом за несколько лет сгнивает не малейшего понятия нет будем делать эту гуманная будем отгибать не гуманная вроде выпустить тиберезовки середку вырезать во разговорился теперь немножко по пошитые после этого что я сказал что случилось случилось следующее когда однажды очень поздно по всей планете но вообще евразии скажем так возвращение морозов случилось не как обычно мы называем возвратные заморозки привыкли влияет на урожай но не влияет на дерево она не гибнет а вот после всего этого мало того что дерево и так достается в этой жизни вот но если вот это все выполнить вот они миллионные потери вот они не только уже урожаем нет а прошло все это как корова языком как это метлой про понеслось и сегодня мне один из вас пришел этот я уже не могу все показывать вот сейчас зайти в ватсап а там фильм который всех снял где чаще урожая ураган все смело к чертой матери показать не могу потому что тут сразу видно десятки телефону а это запрещенный прием просто поверьте опять еще один в эти ураганы все вот это вот ослабевшие деревья падают как спички у них очень слабая очень хрупкая древесина вот у них нижних скелеток нет она получается это по этого уже кто у нас еще классик есть рычаг архимеда страшный рычаг страшный крона там выше падает только так в этом самом все комментирует из корнями выворачивал а а я добавлю еще он про это не написал там где прививка наверняка по прививкам все рушилось вот это самое главное что катаклизм есть врага на ветра и сегодня было сравнение сегодня по телевизору показали следующий сюжет и так в америке это называется вот это причем считается изобретение америке за дальше америке не шло вот это вот это вот это вот это вот это вот это когда все дома машины поднимают и носят по небу этого я устал уже сейчас может все-таки вспомню ну короче оказывается спрашивают у нашего специалиста из это розги и гидрометцентра а у нас то как у нас у нас то же самое у то есть идет потепление уже не то которое градус за 100 лет потепление явная яркая других странах на еще повезло ты 40 45 градусов там будет опять тысячи мертвых людей уже вот там будут потери урожают попробуйте сохранить влагу почве когда плюс 45 вот катаклизмы так у нас это то есть пришли и показали простое слово когда по небу автомобиль летают вот у нас называется по-другому но у нас назвали а урал еще какой-то сказали у нас тоже пришло ну еще не таких размеров вот а почему этого не было он сказал потепление идет поняли вот то есть нас ждет еще ураган еще сильнее чем сильнее ураганы давайте хоть поздно какая-то от меня будет тем ниже деревья какое к черту отрезать целый метр делать слабые из-за них ран штамп который на морозе замерзает так что потом какая-то спички ломается все же наоборот должно быть вот и сейчас я знаете почему я спомнился и почему мне можно ворчать значит в этом году я уже считал так у меня все меньше заказа все меньше косточек заказа все меньше это самое у сергея саженство заказывает да он многое не выращивает вот мы не покупаем не перепродаем мы как говорится честные девушки а что касается в целом если брать проблему то нам можно рассчитывать на увеличение заказа да сейчас объясню в каком плане потери огромные куда деваться им кто-то уже обжегся на южанах больше больше заказывать не будут они вообще больше не будут связываться но это 40 обработок это опять отравы есть а я вспомнил фильм я увидел где было 10 лет смеялись там мальчишка беспризорник вот а брат пишет торнадо или смерть а вот торнадо это по американски а наш специалист гидромедицентра сказал у нас называется смерть а только то есть фирменное название торнадо вот и это торнадо в виде смерти перемену пришло к нам поздравляю это значит у нас садов еще меньше будет вот и каждый раз друзья каждый раз когда показывает что во что превращаются города когда по небу летают рекламные щиты по небу летают шифер калечит все подряд когда деревья падают на машины для женщин на детей вот это отдельная тема это более страшная абсолютное невежество в этом народном хозяйстве в городском этом зеленом озеленении абсолютно и тоже учить надо ирина санна я это все больше некого некого мне больше говорить спасибо что слушаешь меня когда-то ухнется надеюсь на всю страну может тебя путин вызовет и скажет предложить альтернативу что ты больно мне хорошо это сказки на это наговорили не будет у нас дефицита еще погрозил чтоб не было поднятия этого самого цена ага сейчас туда же власти путина не хватит чтобы удержать цены так вот чарльз чаплин смотрит в кино и видит что мальчишка случайно нет нет он просто баллся и разбил стекло и разъяленная толпа с палками явным намерением если не убить то избить искалечить за этим десятилетним мальчишком погонится вот а он ему быстренько быстренько раз в калитку и в себя в дом толпа пробежала мимо он его покормил все мальчишку этого голодного все и стали не работать вдвоем а он стекольщик а дальше вы догадались что такое работа вдвоем мальчишка идет швыряет камень стекло и быстренько убегать за ним идет царльз чаплин со своей терешкой с этими сам со стеклами и это кому секрет кого секрет ну правда фильм был немой но вы уже поняли вот вот так они зарабатывали примерно также собираюсь я зарабатывать вот потому что не я виноват в этом всем не я в этой глупости диких страшных которые превращают деревья венолен еще не все сказал ведь ведь только зацепил во время фирма во время телефона разговора если не отрезать лишнее по сравнению с корнями крону только посадил уже больно на всю жизнь больно никогда здоровым не будет сразу погибается так как не хватает питания от корней да еще пересажены полусухих а крона целая сразу заводится мертвичина часть древесины сразу погибает и нечем кушать она просто погибает дерево покрывается листьями разница знаете какая отрезали поводу кроны у меня очень серьезный оппонент был реактивность вы не правы а чек своих статьях писал как два года не садим без обрезки кроны а на третий год начинаем крону это как ну не калечить а уже резать а два года нельзя и он мне позвонил не выдержал его статья уже была напечатана вот она с таких два с половиной на всю сибирь те кто печатается регулярно из недели в неделю валерий константинович вы не правы его фразу запомнил всегда вот причем без обмана я его не называю вы даже не догадаетесь о ком речь идет вот надеюсь вот вы не правы если дерево при пересадке обрезать вот она должна корни видит логично зараза ведь листья корни должны кормить раз и получается когда вы отрезаете часть кроны это то же самое что ударить дерево нет что человек вам ударить по голове этим самым дубины хорошее сравнение мы друга не поняли вот убедил я его не знаю но он меня не убедил я когда отрезаю половину я вижу на нижней части блюда которая осталась прекрасная полноценная листья когда я не отрезаю а начинал как все я вижу что даже если бывало часто вверх не просто после зимы просто половина треть это же половина сухая но даже если не сухая даже если все покрыто листиками но это такие жалкие листья они не выкормлены а ведь этим листьям уже не вот таким вот а вот таким листочком а их много проверьте сами ветерина сандали когда-то если тебя дадут не и самые простые примеры приемы надо повторить надо все что я делал но только если на трех на 30 деревьев делайте на тысячи деревьев тысячи так тысячи так это очень важно на всю страну идет страшная катаклизм еще то что мы сейчас говорим это еще семечки можно вообще остаться без деревьев если от всего вот этого не откажемся отказаться надо и представляете вот таких рисков допустим у меня бы их 50 а если бы я не отрезал и было бы 100 но в два раза меньше каждый из них кормит почку указались и почка это единое целое и вот неполноценный листик вырастет неполноценную почку а неполноценная почка неполноценный побег а откуда у него здоровье и опять жуки пауки для гусеницы вы понимаете как рук замкнулся пусть уж пол дерево но полноценных так что-то мне осталось говорить стихи минут и так буду действовать как церкви чаплин покупай подешевела на следующий вот это я хотел своих доказательств и слов вот это дикая дикость глупая глупость страшнее нет это все чему нас учат призывает это люди которые ничего не смысле в этом деле они не знают что зимой белое дерево болеет мерзнет она кто-то зимняя солнышко несчастная которая практически не греет она греет вы сядьте зимой самый лютый мороз но в солнечный день самый лютый мороз 40 минус 50 сядьте в автомобиль сейчас в автомобиле делают очень много стеклянной поверхности вот так и вы сядьте в него подставьте солнышко и увидите что в автомобиль проникает солнышко вот это зимняя которая не чувствуешь на улице а вам автомобиля тепло целая теплица получается автомобиль теплица и вот то несчастное количество тепла совсем маленькая жалкая а ведь деревья мигранты а ведь здесь вот не италия и не франция где зимой в зеленых газонах футбол играют ребята здесь холодина страшная и солнце еле греет и вы еще сделали так для чего учили в школе что белый свет отталкивается тепло это вот и вы думаете на изба вы же что спасаете сейчас покажу уже не могу я уже остановиться но не могу что спасает вот это уже покраской ну понятно деревья эти самые болеть будут болеть будут на юге меньше а у нас на севере еще просто сдохнут так вот берем такое дерево еще круче я показывал один раз она не попалась отдельно хорошо ладно вот смотрите вот она да вот рядом вот это вот вы видите это понятно что здесь идет так и написано краска 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 он красит а красит для чего спросила для чего ты красишь ответ не надо заработать ценой тысяч погибших деревьев а почему я так говорю а вы посмотрите что для чего краситься на самом деле чтобы не было солнечных ожогов солнце ожог это рано на штамме чтобы не было ну ты же падла и уже с других слов не подберу рано-рано-рано-рано-рано-рано а когда это крупные планы помните я вам весь экран показывал эту же фотографию и такие же похожи и здесь рано-рано здесь все 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 ветки подрезаны рано-рано-рано зачем его теперь берите если ты заранее то чего боялся это морозобоин ты же уже наделал да еще целую кучу они никогда не это не 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 залечится это все сказки что не залечится у нас по в россии на юге почти то же самое но у нас в россии ни одна из миллионов ран на кольцо не залечилась сама если я брал сотню двести распиливал поперек и ни одной залечено и включая когда самая малю вот такие вот и криткой все она не за это не залечивается а мне говорят заречивается говорят за 8 ничего сами не знаю не понимаю вот продаж он падла эту краску я уже витязь начинают злиться слова не выбираю вот и продаж эту краску ты скольким людям это самое дерьма принес в души за сады гибнут ведь представьте себе дерево вот такого вот такой вот все все коль кожа не дышит кора не дышит я не оговорился а прям первое слово кожа кожа дерево не кора говорю а кожа дерево не дышит она задыхается ты чем думал когда ты это зарабатывал серебряники видите какими тоном говорю зла не хватает сколько людей сколько я выслушал этих я уже не сотни я уже тысячи выслушал этих самых отчаянных это называется исповедь но помогло тебе вот конкретные примеры но я уже пропускают обратно пришла вот эти загадались о чем речь пойдет вот замена по белке на покраску задурили всю страну но это другой раз может быть уже хватит на эту тему говорить если вы дальше говорит послужи по белку покраску вы и слушать меня не будете а здесь много писем полезных важных нужных вот она посадка неужели трудно на нарезать дерна а у меня это сохнет этот самый мои фильмы ничем то не смотрят как когда-то статья они статьи мои ворвали из рук в руки только время ушло и люди те ушли прошло 20-30 лет ну ты посади вот так вот да пометь север-юг постарайся не не это не покупать в этих дерьмо в этих сам посылка обязательно пришлют сто процентов посади вот так сделай холм пологий для яблони большой не нужен холм ну возьми ты нарежьте дерна и больше не будешь плакать почему у тебя это поливаешь а она высыхает ну что здесь особенного то а как говорится посмотрите мои фильмы купите за 300 рублей фильм где вот это вот фильм где этот сюжет с телевидением снимал съемка качественно все нет у меня так расскажите все друзья осталось только знаете что я бы а вот очень важно есть девушка 16 лет забеременела вот тут же была брошена тут же вот так принято у нас у нас благородство среди парней благород сразу смех разбирает благородство среди парней живется яногорске 17-летняя девушка на днях роды я не хотел я думал я раньше были не давал думал найдется коляска но пока тихо на днях роды становится матерью одиночкой помощи ни от кого не ждет буду рожать и . проблема может кто-то из земляков подарит хорошую коляску два в одном земляке имею ввиду сырногорск майна там вот кто-то меня знает поэтому я сам на связь железо и константинович т.т.т. телефоны моих городской это вот вы сами знаете и не присвоить продавать не буду вот ее данные но дело то что лучше со мной делаем надежнее но это к тому что я действительно ее не придумал эту девочку она реально а еще вот это объявление субботин субботин субботинская гсу это еще и это это еще и коллеги она там свой человек не знаю как она еще оказалась своим человеком на там где будет мероприятие по именно связанное с земляника витя написано агрофестиваль субботинская земляка каким образом она там подрядилась она теперь там спикер до сих пор не знаю что такое спикер но догадываюсь что что-то вроде ведущей и она присылает мне вот это вот сама вот вот организаторы вот ксения александровна вот значит это все что будет и концерты и сувенирные лапки и детская площадка и семинар практику все будет мастер-классы вы знаете в субботина это я вам так скажу 35 лет сейчас скажу 92 году это 32 года назад я там оказался в бойковой там ниже будьте а фотографии по другому поводу это директор гасу подружился с ней ведь не стало то время я новичок да просто никто не стала твоя пальцы гнуть не стала мол чего ты тут заявился вот подружился и понимая зная наверно больше лучше всех чтобы бойкова это ну конечно тут я фотографии вот она вот она бойкова это феномен бойкова а то сайте курдива по приглашению курдива она приехала мой сад вот наш человек не чуралась и вся ее многолетняя работа тысячи 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 садовцев особенно на первом этапе это сайногорское садоводство это рынки заваленные яблонями заваленные не только яблонями вот но такие люди должны быть красной книги я этот человек обязан быть представлен государственным наградам государственным премиум ничего нет того нет и все таки где то мне кажется вот это и и душа она уже очень немолода так лично не говорят возраст очень немолода вот и вот здесь душа именно в субботина и там еще параллельно развивается и земляничная технология да и почему я так подробно говорю ну конечно сколько человек хамбак админа сенсорного шашинская вот этот вот четырехугольник насколько менялась я слышал слышат ну не сразу там люди в основном смотрят записи но может человек пятьдесят услышат может сто и пусть они все туда поедут потому что чем больше народа тем больше праздничность вот я уже не могу я сегодня еле до это самое даже дошел до компьютера очередной приступ вот я уже туда не поеду а раньше бы ездил и снял бы фильм бы и послушал боярин сансовинич который будет там ведущий да то есть что-то там будет участвовать не просто это рот разину а будет принимать участие в организации этого всего наверное там будет и бойкова галины николаевна наверное вот наверное там будет можно будет и вы все оттуда бедра с этими же прекрасными с прекрасной земляника она у них никакая нибудь попала знаете бывает клубника земляника как угодно называйте бывает очень вкусно бывает не очень вот а субботинская земляника то ли там почва такая я в этом не разбираюсь но я всех туда приглашаю она меня позвала елена санна я рад буду ее видеть осталось осталось дождаться до 29 июня вот сегодня 10 июня осталось совсем чуть-чуть на рынке появилась первая местная земляника так что 29 ее будет море все друзья вот теперь сказал видите никакого личного интереса я это говорю от души вот вот телефоны это значит кому то надо что-то узнать уточнить начало смотрите в 10 утра окончание 5.30 это кто выдержит значит кому что надо пожалуйста звоните так вот я еще знаете как вы потом можете еще раз еще раз открыть включить мою вот эту самую как называется мою мою программу это роликовая не ролик это ссылку да и еще раз вот это все проглядеть еще записать а потом специально как чего а где это субботина а все знают нет не все объяснят как туда добираться кто-то объяснить вот видите рационный вопрос все друзья я свой долг выполнил перед простыми почему это все это все только из уважения я ни при чем это только из уважения к людям которые этот каждым годом все труднее все хуже все да честно говоря нас все меньше вы же знаете прекрасно вы же молодежь сюда затащить это молодежь ну что будем заканчивать как победить черный рак все ребята закончилась наша программа два часа прошло с лишним я буду переходить в особое место смотрите здесь мы можем уже друг другу писать спорить я даже не не это пожалуйста кто хочет даже можете позвонить вот так чтобы все слышали лично вот сейчас видели там углу было когда вы мне вышите книгу вот вопрос на секунду тоже книгу пообещал так если мы можем уже друг другу писать спорить посмотрели и теперь уже подольше пять минут дайте мне я выжил из себя все я знаю прекрасно что многие из вас из тех кто постоянно это уже в основном постоянно люди да вот сейчас и быстро пробегусь знакомые знакомые нет если не знакомые но знакомых больше да александр и все серебрик я так скучал без вас вы понимаете если вы еще раз александр и все серебрик главный редактор журнала вестник садовода я уже устал десятый раз об этом говорим я не могу иначе когда меня прекратили печатать вся россия вся у меня же было то во время напечатано 300 статей я был первый как сказать вот из первых назовем это по 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 плодовитости да есть такое слово у писателя плодовитость вот и вдруг вы меня начали печатать и не родного слова не изменили в отличие от тех так вот я рад что вы с нами очень рад это такое счастье для меня так ну что поедем на кухню таких бы десяток как реплик мы бы перевернули все садоводство и даже без это без помощи чиновников